Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и это второй в этом году выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Из этого выпуска вы узнаете, что стало со страйкбольным танком Abrams, кто покусал тетю Цимму и еще про целую кучу новинок со всего мира. Начать выпуск хочу традиционно с новостей от российских производителей. Компания Strike Arms наконец закончила работу над финальным внешним видом привода Bastard. Если кто пропустил, это такой результат кровосмешения АК и Эмки. То есть корпус стальной, штампованный, внутри гирбокс третьей версии, но питается он от магазинов от М4. Внешка, наконец, без элементов 3D-печати, только сталь, алюминий и литой пластик. Внутри первого серийного образца стоит новая камера хопапа от Combat Union. И когда, наконец, будет готова вся партия этих новых камер хопапа, тогда Strike Arms начнут продавать новые бастарды. Еще производитель показал видео с тестовым отстрелом этого привода, видимо, желая показать, как хорошо работает этот хопап. На видео с 50 метров попадает в лист А4 с выхлопом 1,2 джоуля. Но будем честны, что опытным игрокам очевидно, что практически любой привод из коробки на самом деле может так же, если в него поставить резинку хопапа, которая может достаточно закрутить шар. Ну и, конечно, стрельба с рук тестирует на самом деле только стрелка и его кучность. Но все-таки факт остается фактом. Попадают с 50 метров в лист А4, что на самом деле не так уж и плохо. Следим за новостями и ждем выхода этого самого бастарда. Сейчас, судя по комментариям, мы наблюдаем достаточно большой приток новичков в страйкбол. И они задают достаточно странный для опытных страйкболистов вопрос. А что будет, если начать печатать шары на 3D принтере? Ребята из Cool Contraptions наглядно показали, что это на самом деле плохая идея. Заставить лететь такой шар, конечно, можно, но будет непросто и лететь он будет так себе. Купить готовые шары, разумеется, проще и дешевле. Компания E&L анонсировала газовую ГББ-версию своего китайского автомата QBZ-191. В оригинале QBZ-191, он же Type-191, это штурмовая винтовка, разработанная китайской компанией Narinco. И принятая на вооружение NOAC и NVMK с 2019 года. В страйкбольном исполнении это достаточно необычный аппарат с конструкцией, популярной, наверное, в 90-х годах прошлого века. Он работает или от СО2-баллона в прикладе, или от шланга в рукоятке, по которому можно подавать как газ, так и ВВД. А еще E&L решили растопить сердечки фанатов своей продукции и запустили E-Platinum серию своих страйкбольных калашей. Это как платинум, только еще лучше. Основными фишками новой серии являются внешний обвес, разумеется, копирующий зенитку, и новый гирбокс. Фишками нового гирбокса являются шестерни 13 к 1 до 9-мм подшипниках и тяговый мотор с неодимовыми магнитами, электронный спуск на оптических датчиках E-Platinum V3, стальной цилиндр, стальная направляющая с подшипником и, как дань моды, Т-коннектор в базе. И, может быть, когда-нибудь они дойдут до XT-30. Компания ArsArm выпустила боевые штаны формата Gen 3 из softshell материала. Это эластичная ткань, которая обладает самым желаемым набором характеристик. Изделия из нее комфортны в ношении, потому что тянутся, ткань быстро сохнет, обладает хорошей износостойкостью и сопротивляется ветру и влаге. В каталогах западных компаний такие изделия называют Allweather. Крой классический и привычный многим. Gen 3 со встроенными наколенниками формата Airflex. Есть система регулировки положения наколенников. По бокам, разумеется, есть удобные объемные карманы со внутренней организацией. Ширина пояса, разумеется, регулируемая. А подробности по ссылке в описании. Компания Raptor Airsoft поделилась инсайдом. Что к 23 декабря 2023 года она планирует выпустить страйкбольную версию пистолет-пулемета Калашникова образца 1942 года в исполнении ГББР. То есть это будет газовый пистолет-пулемет с имитацией отдачи. А других подробностей пока нет. Кстати, 23 декабря 2023 года будет 10 лет со смерти легендарного конструктора. Видимо, таким образом Raptor решили отдать Михаилу Тимофеевичу свое почтение. Олды наверняка помнят, что в 2013 году умельцы с Урала сделали рабочую страйкбольную версию танка Абрамс, который был сделан на основе МТЛБ. То есть этот танк ездил, у него двигалась пушка, поворачивалась башня, а поражать его можно было с помощью лазертак-системы. Этот танк засветился на таких культовых играх, как Битва за Манхэттен и Фолкленды, а еще на до сих пор самой массовой для Урала игре День Д. Так вот, сейчас эту легенду, а точнее обвес от него без МТЛБ продают на Авито. Посмотрите сами. Компания High Power Airsoft анонсировала выпуск биоразлагаемых трассерных шаров весом 0,3 грамма в трех цветах. Красными и зелеными шарами сейчас уже никого не удивишь, но вот голубые шары я вижу в первый раз. И по фотографии создается впечатление, что эти самые голубые шары самые яркие. Интересно было бы посмотреть на них вживую. В магазин Airsoft Store специально, видимо, к сезону приехала большая партия уже успевших себя зарекомендовать шаров Ace. В наличии есть обычные белые шары весом от 0,2 до 0,3 граммов для автоматов. Есть тяжелые шары для пулеметов, марксманов и снайперов весом от 0,32 до 0,4 грамм. И есть трассерные зеленые шары для ночных игр и спецофта весом от 0,2 до 0,25 грамм. И со всем каталогом, как вы понимаете, можно ознакомиться по ссылке в описании. Кстати, магазин Airsoft Store является официальным дистрибьютором компании ICS. И компания ICS совсем недавно выпустила свой каталог на 2023 год. Из новинок там появился новый эффективный пистолет, который представляет из себя нечто среднее между Glock и HK45. Новые хайкапы, которые, скорее всего, придутся по вкусам любителям экшн-эр. Какая-то эмка с магазинами формата 7.62. Вообще не понимаю, зачем нужны такие магазины в страйкболе. Ну и самое интересное, это буллпап-болтовка CXP Tomahawk и набор тюнинга для нее. Больше всего в массах, конечно, интерес вызвала именно эта винтовка, потому что она является, по сути, конкурентом SRS A1. Кстати, позвольте извиниться, в прошлом выпуске я допустил ошибку и сказал, что SRS от Silverback уже приехали в магазин Airsoft Store. На самом деле они только должны приехать, но магазины уже оборвали телефон, желая купить, и меня попросили разъяснить ситуацию. Вот, в общем-то, разъясняю, это моя ошибка, видимо, я очень хорошо отметил Новый год. Компания ASG показала страйкбольные версии автоматом BNT APC556 и APC556PDW. Уже стандартно для почти всей продукции ASG продукты могут похвастаться лицензионными маркировками, что ценится у любителей антуража и реализма. С точки зрения конструкции это AEG, то есть это электропривода с моторчиком и аккумулятором. Да, так как сейчас много новичков, я буду стараться что-то объяснять и говорить проще и понятнее, хотя у меня это не всегда получается. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Так вот, верхняя часть корпуса металлическая, нижняя прочный полимер. А еще есть возможность быстро заменить пружину для снижения или увеличения выхлопа. Сколько будут стоить, пока непонятно, но, говорят, в середине 2023 года они появятся в продаже. В магазин Zorg наконец приехала долгожданная поставка пистолетов AAP-01 от Action Army, или как ее называют в народе APA. Я сам являюсь довольным владельцем такого пистолета и недавно сделал даже на него обзор. Так вот, у Zorg можно купить как черную, так и песочную модель. А еще вот-вот на подходе едет целая куча запчастей и всякого тюнинга для этого пистолета. Речь идет не только о всяких карабин-китах и обвесе, но и о внутреннем тюнинге, за счет которого можно прокачать этот пистолет, чтобы он стал еще более эффективным и точным. Ссылка на каталог с этим пистолетом в магазине Zorg в описании. А от следующей новости у вас точно сведет все олдскулы. Тайваньская компания DNA сделала страйкбольную реплику прицела Single Point OE. Если вы вдруг в недоумении, что это за монстр, то вот именно такой был первый в мире прицел с красной точкой, который сейчас называют коллиматорными прицелами. Там внутри нет никакой оптики, только красная точка размером целых 16 MOA. OE расшифровывается как Occluded Eye Gunsight, то есть дословно прицел с закрытым глазом. И он был по-настоящему закрытого типа. По сути ты смотришь на черное поле с красной точкой, но когда ты смотришь двумя глазами, ты видишь цель и просто красную точку. Реплика от DNA выполнена из алюминия, стали, нейлона, поликарбоната и резины. И весьма неплохо копирует оригинал. Вес 330 грамм. Кстати, ценник по предзаказу в азиатских магазинах целых 264 доллара. Отгрузки начнутся примерно 25 февраля. В магазин Strikeball Sport приехала поставка активных наушников и кнопок ПТТ от китайского бренда Airmore. В наличии есть модели как для крепления на шлемы формата Opscore, X-Fill, так и для самостоятельного ношения без шлема с панамой или кепкой. Крепление отдельно тоже есть. Еще стоит сказать, что по комментарию магазина это новая генерация продукции Airmore, и она стала более качественной и надежной. А еще к спартам приехала поставка от A&K, и прямо сейчас ее разгружают и скоро добавят на сайт. A&K известный в первую очередь как компания, которая производит страйкбольные пулеметы, и разумеется в этой поставке есть страйкбольные пулеметы. Точно будут ПКМ, разные варианты М249, М-ки, Массады и несколько винчестеров. А что еще приехало, заходите по ссылке в описании на следующей неделе и смотрите. Компания EMG сделала лицензионную версию глокообразного пистолета BCF-19 от F1 Firearms. Если вы вдруг не знаете, то F1 Firearms это производитель всякого гражданского оружия из Техаса. И очевидно, что модель BSF-19 это тот же Glock 19, но с металлической, а не полимерной рамкой и красивой. Если хочется, то даже разноцветной. Из полезного сразу на затворе есть крепление для компактных коллиматоров, и судя по всему на стволе есть резьба для крепления трассерных насадок. Я не знаю, какой тефтонец покусал тетю Циму, но они решили в рамках своей Platinum серии выпустить страйкбольные М-ки CrowSider от фирмы Spike Tactical. Если что, то Spike Tactical это американская мастерская из небольшого городка Апока во Флориде. Как и другие кастомные мастерские США, больше всего на свете они любят изгаляться над внешним видом эмок. И самый яркий экземпляр их деятельности это серия CrowSider, в которой шахта для магазина выполнена в виде топфхельма. И теперь благодаря Циму такое есть в страйкбольном исполнении, правда я не уверен, что продукт лицензионный. А на этом, пожалуй, все. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, переходить по ссылкам в описании. С вами был Евгеньевич, до скорого!